Здравствуйте, друзья! Инвесторы продают доллары самыми быстрыми темпами за последние 12 месяцев, поскольку они делают ставку на то, что ФРС США уже завершила повышением процентных ставок и теперь начнет снижать их в следующем году, тем самым круто развернув тенденции на финансовых рынках, а особенно на рынках рисковых активов. Инвесторы считают, что если ФРС США действительно снизит ставки в следующем году, то им незачем держать столько долларов. На данный момент вероятность снижения ставки в первом квартале 2024 года они оценивают в 22%, а уже в мае эта вероятность вырастет до 40%. Аналитики предупреждают, что это может быть началом долгосрочной тенденции, когда инвесторы начнут сокращать доли своих портфелей в долларах США. Financial Times, например, сообщает, что только в этом месяце управляющие активами продадут 1,6% своих долларовых активов. Это самый большой ежемесячный выход управляющих активами из доллара США с ноября прошлого года. Данные были предоставлены Financial Times компанией State Street, который так или иначе хранит активы на сумму 43,3 триллиона долларов. По данным State Street, управляющие активами продолжают совершать значительные продажи каждый день с тех пор, как официально опубликованные 3 ноября данные показали ухудшение ситуации на рынке труда. Биани Меллан, хранитель активов на сумму около 46 триллионов долларов, сообщает о той же тенденции. За последние 20 дней Биани Меллан и его клиенты продавали доллары самыми быстрыми темпами в этом году, предпочитая покупать японскую иену, канадский доллар и ряд латиноамериканских валют. Даже евро укрепился по отношению к доллару, потому что ожидается, что Европейский Центральный Банк продолжит повышать процентные ставки. Таким образом, в настоящее время доллар обесценивается по отношению к евро и азиатским валютам. Financial Times предполагает, что это может стать началом долгосрочной тенденции среди инвесторов. Ведь уже сейчас, как ты видишь на этом графике, если не учитывать Европейские Центральные Банки и ФРС США, остальные Центральные Банки по всему миру начали снижать ставки самыми быстрыми темпами со времен пандемии. Этот график уже назвали «Конец игры для глобальной политики количественного ужесточения». Ну а после политики количественного ужесточения обычно следует количественное смягчение, когда печатают деньги, когда снижают ставки. Ну а более низкие ставки равно увеличенный аппетит для рисковых активов, в которые входит и криптовалюта. И я хочу напомнить, что это происходит всего спустя пару недель после того, как агентства S&P и Moody's снизили кредитный рейтинг США со стабильного до негативного. При этом сообщили о вероятности еще одного понижения. Эти ежедневные продажи привели к тому, что доллар показал худшие результаты в этом году. Правда, Джером Паул заявил, что ФРС даже не задумывается о том, когда наступит подходящее время для снижения ставок. Ведь ФРС хочет добиться целевого уровня инфляции в 2%. И что самое интересное, некоторые чиновники ФРС заявляют о задержке между реакцией экономики и повышением ставки. То есть, последствия от повышения ставки экономика ощущает позже. Что ж, на бумаге это звучит неплохо, но в действительности из-за последнего пункта у ФРС не так уж и много вариантов. ФРС США знает, что мы увидим последствия повышения ставок с отставанием. И прекрасно понимает, что именно поэтому повышение ставок еще раз приведет к непредсказуемым последствиям в будущем. Мы слышим постоянную риторику от чиновников ФРС. Они говорят, что мы хотим держать ставки высокими и подольше. И это одна из причин, почему доллар США не ослабляется еще больше. Ведь если инвесторы в какой-то мере уверены в том, что ставки останутся высокими, но подольше, они будут чувствовать себя более комфортно, держа доллары. Именно поэтому индекс доллара падает не так стремительно, как мог бы. Но как только ставки снизятся или начнут снижаться, мы, скорее всего, увидим больше продаж доллара. Кроме того, поскольку инфляция имеет тенденцию к понижению, по крайней мере, официальная, это означает, что еще одно неожиданное повышение ставки, скорее всего, не будет обсуждаться. В то время как тема снижения ставки среди чиновников ФРС, наоборот, привлекает все больше внимания. Таким образом, стимулов для хранения больших объемов доллара становится все меньше. Глава макростратегии State Street Майкл Медкельф заявил, что отток средств за последние две недели указывает на скорое переосмысление спроса на доллар. А когда снижается спрос, то и стоимость падает, верно? Именно это сейчас мы и наблюдаем. Но вот неожиданный и любопытный момент. Чем больше денег будет уходить из доллара США, тем больше денег потечет в другие инвестиционные инструменты. Акции, товары и криптовалюты. Да, биткоин, эфириум и остальные. Посмотри на этот цикл. Вот так текут деньги в криптовалюте от биткоина в эфириум, из эфириума в крупные альткоины с большой рыночной капитализацией. А уже после этого деньги текут в мелкие криптовалюты, что вызывает собой альткоин сезон. И на самом деле ожидается, что доллар США останется относительно слабым в 2024 году, особенно если отношения между США и Китаем останутся стабильными. Геополитические события, как ты знаешь, будут продолжать оказывать значительное влияние на американскую валюту. Но что это значит для нас? Когда доллар США становится слабым, это не обязательно плохие новости. Ведь обычно корреляция индекса доллара и рынка обратная. Когда доллар падает, рынок растет. И наоборот. Что касается экономической точки зрения, даже несмотря на то, что исторически главной целью был сильный доллар, сохранение сильного доллара, слабый доллар тоже неплох. Ведь это означает, что все, что Соединенные Штаты импортируют, станет дороже. Но с другой стороны, любые товары, произведенные внутри страны, будут более конкурентоспособными на международном рынке для покупателей, поскольку экспорт за рубеж будет менее затратным. Когда доллар слабеет, экономика США так или иначе реагирует на это. И исторически сложилось так, что ослабление доллара обычно связано, и это действительно плохая новость, с более высокой инфляцией внутри страны. И даже с возможностью экономической рецессии или просто спада. Сейчас мы видим, как доллар медленно слабеет, а крупнейшие американские кастодианы сообщают о значительном ежедневном оттоке средств из него и ежедневных продажах крупными инвесторами. В то же время японская иена, например, биткоин и другие валюты укрепляются по отношению к доллару. Конечно, это часть типичного цикла, но в данном конкретном случае, я думаю, важно уметь отличать тренд от краткосрочного движения. Выводы делать тебе. Спасибо за то, что был со мной в этом видео. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok